Всем привет, меня зовут Вадим, это канал Дэнни и Стэйси, семья из Австралии. И сегодня мы, как обычно, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Интернет и телевидение кишат слухами о том, что Австралия самый опасный континент для проживания. Австралийский континент населяет самые ужасные, ядовитые тараканы, пауки, крокодилы и так далее. В общем, сегодня мы обсудим этот вопрос и поделимся своим опытом, как мы с этим уживаемся. Перед вылетом, конечно, мы тоже рассматривали эту тему, смотрели фильмы, читали статьи. В общем, начитались, насмотрелись так, что страх только усилился, и мы, соответственно, сами не понимали, как мы будем в дальнейшем жить здесь. И попробовать выйти на природу, отдохнуть для нас, казалось, страшнее смерти, потому что так и кажется, что с какого-нибудь куста кто-то прыгнет и начнет тебя есть. В общем, летели мы сюда со страхом, но прилетев сюда, мы поняли, что не так все плохо. И страх появляется только от нехватки информации, от недостатка информации. В общем, давайте разбираться вместе. Ну, давайте начнем, наверное, с одной из самых интересных тем. Многие из вас, наверное, видели австралийские фильмы про акул-убийц. Да, когда сидишь у себя дома, смотришь этот фильм, и действительно кажется очень страшно жить в Австралии. Да, действительно, в Австралии обитают акулы-убийцы, такие как белая акула, тигровая, песчаная и рыба-молот. Да, они могут напасть на людей в начале дня или в конце дня, когда голодные. Ну, а теперь поговорим о статистике. За 2020 год на территории Австралии погибло 8 человек от акул. Это люди, проживающие в Сиднее, в Квинсленде и в Перте. О чем говорят нам цифры? За тот же период, за 2020 год, в автокатастрофах погибло 1200 человек по всей Австралии. Ну, исходя из выжеперечисленной информации, конечно, понятно, что Южная Австралия не участвует в этой статистике. Но, тем не менее, это не означает, что у нас нет акул. Да, они есть. Но, тем не менее, купаться на пляжах Аделаиды довольно-таки безопасно. Почему? Потому что сама Аделаида находится в заливе. Это первое. Во-вторых, все пляжи регулярно патриулируются вертолетами. То есть, сверху наблюдают, нет ли поблизости акул. Ну, а в-третьих, у нас есть здесь порт Нурланга. Самый безопасный пляж Австралии. Почему? Потому что он имеет естественную границу в риф. То есть, практически акулы туда не могут попасть. За пять с половиной лет нашего проживания в Австралии у нас не было такого опыта, чтобы люди в панике выбегали из воды, потому что рядом где-то акула или кто-то подавал сигнал с вертолета и так далее. То есть, не было. Ни разу. Тем не менее, да, опасность может угрожать в случае, просто рекомендация, не купаться на незнакомых пляжах, на диких пляжах. То есть, все должно быть под наблюдением, когда вы будете в безопасности. Ну, а следующую кровожадную тварь, которую вы можете встретить на австралийских пляжах, это медузы. Они тоже могут быть смертельно опасными для человека. Например, Blue Bottle, так называется медуза. Она обитает в основном в Квинсленде. Она очень опасна для детей, пожилых людей, аллергиков и астматиков. Но самое опасное, это Box Jellyfish. Длина ее щупались достигает трех метров, а их количество около 15. В общем, когда она вас сжалит, такое ощущение, что по коже бьют хлыстом. Обитает она в Северной Австралии, Квинсленд и Западной Австралии. После ожога наступает паралич и, соответственно, смерть. Ну и что касается непосредственно штата Южная Австралия и, конечно же, Аделаиды. Несмотря на то, что город находится в заливе, все равно с океана к нам волнами приносится вот эта вот нечисть. Но медузы, которые могут обитать у нас, они бесцветные. Они прозрачные, их очень тяжело увидеть в воде. Но самое главное, они не смертельно опасные. Да, если они вас ужалили, будет очень неприятно, будет ожог, болезненный. Но ни паралича, ни смерти ничего не последует. Необходимо будет только вместо ожога хорошо промыть теплой водой. Ну и, в общем, какие методы предосторожности могут быть? В нашем штате это не особо актуально. Вот для северных, западных штатов люди используют гидрокостюмы для плавания. Также нужно быть очень аккуратными при прогулке на пляжах. Особенно есть сезоны, когда медузы очень активны в определенных штатах. То есть, допустим, для Квинсленда это с ноября по март. Мы сами были свидетелями подобного случая. В общем, мы отдыхали на Голкосте в Рождество. И гуляя по пляжу, мы увидели, что прямо на песке лежат просто усыпано этими медузами блю боттл. Что самое интересное, пляж был разделен на сектора. На каждом секторе дежурили спасатели. То есть, вне этого сектора купаться было фактически запрещено. И, в общем, вот эти спасатели при нас давали сигнал о том, что в воде появились медузы. И всех выгоняли на берег. Ну и в очередной раз делаем вывод, что на диких пляжах лучше не купаться. Переходим к наземноводным тварям. Яркими представителями таких видов являются крокодилы. В Австралии насчитывается от 100 тысяч до 200 тысяч взрослых особей разных видов. Особо выделить хотелось бы Saltwater Crocodile. Это крокодилы, которые живут в соленой воде, в морской воде. То есть, может выплыть из океана. К счастью для нас, эти твари в основном кишат прям на территории северной Австралии. Ну и перейдем опять же к цифрам. С 1975 по 2009 год на территории Австралии от зубов крокодила погибло всего 24 человека. В год примерно 1-2 человек погибают по той же причине. Но надо отдать должное, что погибают они реально только по своей глупости. Везде стоят знаки по северной Австралии о мерах предосторожности. Но тем не менее. Переходим к следующим тварям. Это змеи. В общем, в Австралии существует 140 видов наземных змей и 32 вида водных змей. Из них 100 видов являются ядовитыми. Самая ядовитая змея в Австралии, и она же считается самой ядовитой змеей в мире, является змея тайпан. Смерть наступает после укуса через 45 минут. Обитают эти твари в основном на северной, восточной и западных территориях Австралии. Мы обделены счастьем встретить змею тайпан на территории Южной Австралии, слава богу. Но тем не менее, у нас есть свои представители этого вида. Они менее опасные, но все равно ядовитые. Это тайга-снейк, браун-снейк и ред-белли-блэк-снейк. Ну, надо отдать должное змеям, что сами по себе, ни с того ни с сего, они нападать не будут, не будут вас кусать. То есть, всегда такое поведение спровоцировано непосредственно вами. Скорее всего, вы ее напугали. Ну, самое главное, при первой помощи, если вас укусила змея, всегда нужно запомнить. Бежите за ней, посмотрите, как она выглядит. Потому что, когда вы приедете в больницу, вы должны описать змею по внешнему виду, и тогда вам обязательно введут антидот. Ну, змеи это такие животинки, которые тоже любят покушать, попить. И поэтому они могут обитать в соседстве с человеком, где всегда они могут найти, попить и поесть. Примерно так же, как и крысы и мыши. Ну, и, соответственно, к змеям такое же отношение в Австралии, как к крысам и мышам. Ну, и чтобы избежать подобного соседства, элементарная чистота вокруг дома. Должна быть никакого скопления мусора, листьев на заднем дворе, высокой травы. В общем, даже когда вы будете гулять, то есть, да, избегать высокой травы, непротоптанных тропинок. Если даже захотели присесть на камень, лучше оглядеться, осмотреться. Ну, и, исходя из своего опыта, за пять с половиной лет никто из нас в естественной среде обитания этих змей не встречал. Видели только в террариуме, в зоопарках. Хотя есть товарищи, которых я лично знаю, которые, да, действительно видели их. Ну, и переходим к самым моим любимым тварям, это пауки. Их очень-очень много видов на территории Австралии, очень много ядовитых, но всех перечислять я не буду, назову только самый-самый. Ну, и самый опасный из семейства пауков, это Sidney Funnel Web Spider. Ну, исходя из названия этого паука, вы, естественно, можете понять, где он в основном обитает. А, Sidney, держитесь! Он обожает находиться во влажных, темных уголках. Он может выживать несколько часов под водой, поэтому его даже можно встретить в углах бассейна. Но, к счастью, от укуса этого паука все-таки есть антидот. Ну, и второй по ядовитости идет такой паук, как Redback. Он обитает на всей территории Австралии и в нашей части, естественно. Сам лично пару раз его встречал за пять с половиной лет. Это черный паук с красным пятном на спине. Самцы чуть поменьше, самочки побольше. Кусают именно самки и в основном в период деторождения. Яд этого паука не смертельно опасен для взрослого человека. Да, очень опасен для детей. После укуса взрослый человек может почувствовать ненамогание в течение последующих нескольких дней. В любом случае есть антидот. Обитает он в основном в темных, труднодоступных человеку местах. В углах гаража, допустим, сам неоднократно находил в электросчетчике. Но, слава богу, никого не покусал. Следующий паук, который также обитает на территории Южной Австралии, это White-tailed spider. Это серо-коричневый паук с белым хвостиком. В отличие от других, этот паучок ведет ночной образ жизни. Он обитает в саду, в темных местах. И четвертый вид паука, это huntsman. Конечно, он обитает на территории Южной Австралии. Он довольно-таки крупных размеров. И это, в принципе, счастье, если у вас в доме или где-то возле дома обитает эта тварь. Она не ядовитая. Зато это гарантия того, что у вас не будет других пауков. Всех ядовитых пауков huntsman съедает. Ну и, конечно же, поделиться необходимо своим опытом, своей жизненной историей. Была у меня первая встреча с этим huntsman. Ну и, соответственно, так как я там долго не разбирался и не знал, кто это, что это. В общем, встретил я его в туалете и быстренько замочил. Но после, конечно, мы разобрались, поняли, как он выглядит и какое счастье это иметь такое домашнее животное. Да, у нас через какой-то период времени появился возле дома второй представитель этих паучьих. В общем, назвали его Вася и жили в мире. Ну и, конечно, меры предосторожности. Как избежать неприятных встреч. В общем, первое, это, конечно, чистота. То есть заглядывайте, нет-нет, в какие-нибудь потаенные углы вашего дома. Очищайте все это дело от паутины. Будьте осторожны, когда будете открывать электросчетчики, что-то такое, там, шеды, гараж, там, я не знаю. Сохраняйте чистоту в саде своем. И постоянно, если увидели паутину, ее лучше убрать. Также никогда не оставляйте обувь на улице. А если уж оставили, то будьте любезны, проверьте, может, кто заполз туда. Ну и, естественно, мерой предосторожности является пас-контрол. То есть вы вызываете бригаду, которая обрабатывает в доме, вокруг дома, все. Все, соответственно, травит всех этих тварей. Новые дома строятся уже с пас-контролом. И, соответственно, эту процедуру рекомендуют проводить ежегодно. Ну и, опять же, исходя из своего личного опыта, могу сказать, что не могу похвастаться особым общением с этими представителями животного мира. Да, встречал, никаких последствий. Все абсолютно тихо, нормально, спокойно. За пять с половиной лет, могу честно сказать, у нас больше было проблем с гусеницами, которые съедали цветы, чем с этими пауками. Мы к ним не лезем, они к нам не лезут. В общем, живем мирно. Ну и подытожим. Как я уже сказал в начале видео, все страхи идут от незнания. Здесь в школах детям объясняют, знакомят, показывают. То есть всех этих тварей дети знают в лицо. Предупрежден, значит вооружен. Вот буквально недавно посмотрели фильм с сыном про Мексику, про обитателей животного мира там. Реально, вот сейчас страшно в Мексику лететь, а здесь нормально. В общем, не все так страшно, как рассказывают в фильмах, передачах и так далее. Человек ко всему привыкает. Да, иногда необходимо просто соблюдать элементарные меры безопасности. В общем, не бойтесь. Ну, в общем, как мог, так раскрыл эту тему. Надеюсь, некоторых из вас все-таки подуспокоил. И нашим постоянным зрителям, конечно, скажу, что все вопросы, которые были заданы в комментариях, конечно, я об этом помню. Все видео в разработке будем готовить, будем опубликовывать. В общем, не забывайте смотреть нас, пишите комментарии, пишите вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи!